Всем большой привет, ребята! Спасибо большое, что вы вновь находитесь на моем канале и смотрите этот ролик. И сегодня я хотел рассказать об очередном вопиющем случае проявления коррупции, произошедшей в городе Алматы. Сотрудники Департамента экономических расследований ДЭР Алматы, по сути, правоохранители, призванные защищать экономические интересы города, обратились за правовой помощью. Суть претензий ДЭРовцев к своему руководству с трудом уместилась на 10 листах. Речь о кадровых проблемах, гонках за показателями, регулярных сборах денег с личного состава на дорогие подарки руководству и теплый прием столичных проверяющих. Копии жалоб адресованы в Генеральную прокуратуру и Агентство по делам госслужбы противодействию коррупции, АДГС и ПК. Стоит сразу же отметить, что жалоба не анонимная. Ее подписали 24 действующих офицера Департамента, столкнувшиеся, как они считают, с несправедливостью и поборами. Но поскольку нет итогов служебного расследования, ДЭРовцы попросили не указывать их фамилии и должности. По этой же причине мы не называем имен руководителей, фигурирующих в этой жалобе. Важно другое. Годами копившиеся проблемы служебных отношений между бастыками с большими звездами на погонах и их подчиненными никак и никем не решаются. К слову, ВДГС и ПК уже давно дали определение такому явлению. Системная коррупция. Как выяснилось, в начале года, когда ведомство еще называлось службой экономических расследований, СЭРовцы уже обращались с жалобой в Комитет госдоходов Министерства финансов. Приехала ревизия. По словам заявителей, проверяющие в первый же день навели шорох в департаменте. Всех сотрудников опросили, некоторые даже дали показания на детекторы лжи. А потом СЭР реорганизовали в ДЭР и подчинили Комитету финансового мониторинга Минфина. И тема, как говорится, была закрыта. Из письма сотрудников ДЭР. Мы обратились в Комитет госдоходов Минфина на незаконные действия наших руководителей, управлений и их заместителей. Далее перечитаются фамилии и должности. И ожидали положительных изменений, укрепления законности и соблюдения принципов меритократии. К сожалению, после реорганизации этих же руководителей назначили на новые должности. Новые начальники привели свою команду. Только в одном управлении ДЭР вместе с руководителем пришли 15 его подчиненных с прежней работы. Чтобы освободить для них места, годами работавших в этом управлении сотрудников перевели в другие подразделения. Проблема в том, что новички не имеют опыта работы в борьбе с преступлениями в сфере бюджета. Раньше они противодействовали теневым игровым залам. Это совсем другая специфика. Далее жалобщики пишут о том, что в каждом управлении дежурными офицерами числятся привлекательные девушки модельной внешности. Занимая должности старших оперуполомоченных по особо важным делам, они фактически выполняют работу секретарей высокого начальства. В этом нет никакого криминала. Ну, захотел большой бастык, чтобы в приемной сидела красавица с ногами от ушей. Закон это не запрещает. Проблема в другом. Они числятся важниками и тоже должны выявлять экономические преступления. Но, как уверяют в своей жалобе Деровцы, их работу вынуждены выполнять другие сотрудники, не имеющие привлекательного лица и точеной фигуры. А вот это уже посерьезнее. По словам Деровцев, новое руководство требует выявлять громкие преступления с ущербом от 50 до 100 миллионов тенге оперативным путем. Но при этом запрещает направлять официальные запросы в госучреждения. Однако, без необходимых сведений, получаемых из госорганов, выявить причиненный бюджету ущерб не представляется возможным. Следующий пункт претензий. Теперь заявления о финансовых нарушениях рассматривают только следователи, хотя раньше этим занимались и оперативники. У следователей уже немало возбужденных уголовных дел, в том числе и архивных, возобновленных следствием по вновь открывшимся обстоятельствам. Поэтому они физически не успевают работать по новым фактам и ограничиваются дежурными отписками. А вот ниже приводимые факты уже другого порядка. Из жалобы сотрудников ДР. В апреле свой день рождения отметил один из руководителей управления. Подчиненные скинулись на дорогой подарок. Специально заказали в Чечне дорогой кинжал, бурку и папаху. Примерно за 2,5 тысячи долларов. Еще один подарок – дорогой смартфон стоимостью полмиллиона тенге. В качестве доказательств, изложенного в жалобе, прилагаем фотографии с дня рождения, приведенного в служебном кабинете. На фото вокруг накрытого Тастархана стоят около 30 сотрудников. В центре кабинета тот самый бастык в накинутой на плечи кавказской бурке до пят и в белой каракулевой папахе. В правой руке кинжал в инструктированных ножнах. Самого клинка не видно, поэтому невозможно определить, боевое это оружие или сувенир. К слову, на сайтах оружейных магазинов можно без труда найти похожие от 5 тысяч тенге за китайскую подделку до 730 тысяч тенге за инструктированный клинок из дамасской стали с чернением с золотом пробы 999. Если честно, то на первый взгляд бастык с большими звездами на погойнах больше похож на пастуха овец с кавказских гор, чем на влиятельного силовика. Правда, стол, в отличие от подарков, довольно скромный. Несколько блюд с баурсаками и фруктами. В центре тарелка с мясным ассорти. На краю батарея бутылок с напитками и соками. Но отчетливо видно и спиртное. Трехлитровая емкость с водкой Ельцин. Знающие люди, работающие в сфере противодействия контрабанде, говорят оригинал в стеклянных бутылках емкостью от 0,5 до 1 литра производят на водочном заводе во Франции. А пластиковый пакет объемом 3 литра упаковывают уже в соседней Киргизии и возят в Казахстан контрабандой. Еще один пузырь, внешне очень похожий на известный французский коньяк, на столе за бутылкой с газировкой. Меня могут упрекнуть, мол, еще в советских времен, звания и должности, а также дни рождения офицеры всегда отмечали спиртным. Все это, конечно, было. Вот только несколько лет назад такие застолья были запрещены АДГС и ПК. Причем под запрет попал даже не сам фактор спития горячительного в рабочее время. Достаточно засветиться на фото или видео рядом со спиртными напитками и, как говорится, клади ксиву на стол. Вернись. Удостоверение. Скорее. Вон. Вон. Свежий пример. На днях генпрокурор Гизат Нурдаулетов сменил прокурора Байконыра. Азамата Байанбайулы освободили от занимаемой должности после того, как прокурорский чиновник засветился на видео с щедрым застольем. Получается, что на прокурорские грабли теперь наступили сотрудники ДЭР. Стоит напомнить и другое. Подарки госслужащим в нашей стране запрещены в любой форме при цене вопроса менее 2 МРП, месячный расчетный показатель. Закон предусматривает для дающего штраф 200 МРП, для чиновника 600. Если сумма превышает 2 расчетных показателя, автоматически для обоих наступает уголовная ответственность. Своё обращение ДЭРовцы заканчивают словами. Обращаемся к вам в надежде переломить практику взяток и поборов в департаменте. Указанный факт далеко не единичный случай. Считаем, что такие подарки таят в себе проявление коррупции, что подрывает авторитет власти и дискредитирует госслужбу в обществе. Судя по всему, обстановка в Алматинском ДЭР на самом деле наколена до предела. Очень редко действующие сотрудники набираются смелости и открыто выступают против родного начальства, тем более в СМИ. Значит, рядовые оперативники и следователи действительно, как говорится, дошли до ручки. Чтобы выяснить, какие меры предприняты по коллективному обращению, сотрудников ДЭР Алматы неделю назад, 8 мая, газета «Время» отправила соответствующие запросы на имя генерального прокурора Гизата Нордаулетова и председателя РДГС ИПК Алика Шпикбаева. На момент подготовки этого ролика ответы не получены. Вот такая вот интересная история произошла уже теперь в городе Алматы. То есть коррупция пожирает просто страну и справиться с этой гидрой практически не удается. Ну а на сегодня все, ребята. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Если вам понравился видос, по традиции нажимайте лайк, либо дизлайк, если не понравилось. Обязательно делитесь с друзьями этим видео. И, конечно же, пишите комментарии, которые я с удовольствием читаю. И на основании которых я запишу следующий видос. На сегодня все. Пока-пока. Увидимся.